На космической карте город Одесса далеко не последний, говорят ученые. Во-первых, здесь трудились и начинали свою карьеру знаменитые конструкторы Валентин Глушко и Сергей Королев. Также в Одесскую звездную плеяду входят летчики-космонавты Георгий Добровольский и Георгий Шонин. А в отряде первых космонавтов был одессит Александр Скворцов, друживший с Юрием Гагариным. Кроме того, Одесская обсерватория готовится к крупному юбилею, и именно здесь находится один из самых раритетных на постсоветском пространстве телескопов. Наша обсерватория – это старейшее научное учреждение города, скоро будем отмечать 150-летие. Вот колонна, у которой мы стоим, этот телескоп был приобретен в 1886 году. Сам купол и здание, основной корпус были построены в 1885 году по проекту Бернардации. Здесь был пустырь, а потом вокруг обсерватории был разбит парк, потому что парк нужен, прошу прощения, как компенсационная зона. Скажем, если в степи, просто после захода солнца, грунт разогревается, и пару часов нельзя наблюдать. Сейчас телескоп Кука реконструирует и готовится открыть до конца апреля. Одной из деталей, которую я решил сам отреставрировать, вот она уже практически осталась, полировка только поверхности. Ну, она была покрашена, ну, первоначальный вид, скорее всего, вот такой вот был. Мы пытаемся восстановить телескоп в первоначальном виде. В сентябре 2018-го на территории обсерватории был открыт макет «Энергия Буран». Это орбитальный корабль-ракета «План» многоразовой транспортной космической системы. Один из четырех реализованных в мире орбитальных кораблей такой системы. Приятно, что двигатель для корабля изобрел одессит Валентин Глушко. И вот мы с вами находимся сейчас как раз именно в астрономической обсерватории. То место, где Глушко в свои юные годы приходил, он очень увлекался астрономией. Кстати, был единственным среди конструкторов космической техники, хорошо знавшим астрономию. Он планировал создание постоянных поселений на Луне. Поэтому вот одесские страницы космонавтики очень богаты. И в связи с тем, что Глушко был здесь у нас, мы решили вот поставить этот макет «Энергия Буран». Скоро здесь планируется открытие нового космического музея. В астрономическом обществе обещают удивить уникальным форматом. Мы стараемся вот здание, которое у нас находится с правой стороны, там, где Глушко и был, будет там космический лекторий, там будет экспозиция, посвященная и Глушко и Королеву. И мы постараемся сделать его таким современным, интерактивным. Для этого нам надеемся на помощь наших коллег из Днепропетровска, где Южмаш находится. Ну, все, кто связан с космосом, музеи различные, там же Житомир и так далее. То есть это будет именно такой музей немножко необычного плана, я сказал бы. Он будет образный, он будет позволять детям, типа виртуальной реальности, тоже мы думаем такую схему решать, что в этом музее был не просто экспонат, которые стоят мертвые, а которые будут двигаться. И ракета будет тоже у нас звучать, издавать соответствующие сигналы. Сейчас в планетарии постоянно проходят лекции для детей. В День космонавтики третьеклассники узнали для себя много нового, а кто-то даже теперь всерьез мечтает стать космонавтом. День космонавтики – это когда Юрий Гагарин полетел в космос. Нам рассказывали, что в космосе можно жить, там есть дома в космосе. Еще там было, еще там, я только это запомнил. Мне запомнилась планета, очень классно было, наверху очень. Также в обсерватории проводят интересные физические опыты. На интерферометре измеряют скорость света, а вот финансовая поддержка исследователей, ученых и студентов Института астрономической обсерватории, к сожалению, пока крайне незначительна. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».